Привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и сегодня мы поговорим о совершенно новом геймпаде, который относится к категории элитных, дорогих, киберспортивных и так далее. По сути, контроллер, о котором сегодня пойдет речь, создан брендом Трастмассер. И все те, кто приходит на мои стримы, знают, что уже, как, наверное, около полугода, я активно использую геймпад от этого же бренда, который является X-версией. Но в этот раз мне попал в руки геймпад серии S, и если что, это совершенно новый геймпад, и походу в СНГ я буду первый, кто им попользуется и сделает для вас обзор. Поэтому с вас обязательно лайкусик, подписка на канал и... Наконец-таки я завел себе страницу на Бусти, в котором пользователи, которые меня поддержат, будут получать различные ништяки. К примеру, в первом уровне подписки, которые стоят всего лишь 100 рублей в месяц, вы будете получать ранний доступ к видосам, в которых будет раздаваться какая-нибудь годная игра. На втором уровне вы уже получите приглашение в мой секретный телеграм-канал, а с остальными плюшками вы можете знакомиться уже сами. Ну и поскольку те, кто подписан на нашу новостную телегу и сходят на стримы, они уже знают, что есть такая тема, поэтому вот держите первый кодик на подписочку Game Pass Ultimate. Кто первый ведет, того и кодик, и давайте начнем. Начну, пожалуй, с того, что я перепробовал достаточно геймпадов, я мега активно играю в шутеры, в какие-то соревновательные игры, и мне всегда за радость попробовать что-то новенькое. Этим геймпадом я пользовался неделю, и в целом мне есть что о нем рассказать. Начнем, пожалуй, с упаковки и комплектации. Нас встречает вот такая вот коробочка, которую можно использовать как чехол, брать с собой. Кстати, материал у нее крайне обычный, не глянцевый, не матовый, что, опять же, каких-то восторгов не придает. Просто X-версия, она все равно была как-то оформлена, ну, немного премиальнее. После открытия, кстати, открывается она ровно так же, как и коробочка под Xbox Series X, вы можете заметить инструкции, шнур, ну и сам геймпад. Пожалуй, это все. S-версия геймпада, хочу сказать, что она потерпела множество изменений по сравнению с X-версией, и конкретно с точки зрения тактильных ощущений внешнего вида он стал круче. Конечно, если вам кажется, что он немного матовый или прорезиненный, нет, это не так. Это все еще пластмассовый геймпад, но уже со специальной текстурой, которая как раз таки и кажется со стороны немного не пластиковой. Текстура действительно приятная на ощупь, повышает цепкость и, на мой взгляд, не отдает дешевизной, поскольку в X-версии у нее нет текстуры, и из-за этого пластик кажется совершенно обычным. Если что, геймпад остался таким же проводным, как и был, и есть что, это обосновывается тем, что таким образом он имеет более классную отзывчивость, более стабильные соединения, ну и так далее. Но опять же, это что-то на уровне прям микро-микро, и как по мне, было бы здорово, если бы все-таки был аккумулятор. Провод теперь у нас Type-C, без габаритного входа, это плюс, поскольку можно взять абсолютно любой провод и без проблем его воткнуть. Просто опять же, в X-версии был специальный вход, что немного затрудняло вставить туда обычный USB-шник. Кстати, геймпад, как и раньше, подходит и для Xbox One, и для Xbox Series, и даже для ПК. Мне также понравилась тут верхняя сторона, если же на X-версии она сделана накладкой, которую, кстати, можно вот так вот открепить, она на магнитах. Ну а тут она просто цельная, опять же, внешний вид, ну, довольно-таки сочный. Также красоты придает выбитый лого трассмастера, ибо, сравнивая с X-версией, там был лишь принт, к сожалению, который стирается со временем, да. Также можно увидеть, что снизу нету дополнительных кнопок регулировки чата. Не скажу, что это какая-то явная проблема, но с кнопками иногда удобнее. А кнопка смены профилей, она просто сменилась сюда. Кстати, первый профиль включен или второй, можно следить по этим вот индикаторам. Слева первый профиль, справа второй, но о них в конце ролика. На обратной стороне можно заметить ползунки для регулировки угла нажатия на курки. Это, кстати, очень удобная штука, особенно, когда вы играете в шутеры, ибо при помощи нее у вас уходит чуть меньше времени на выстрел. Помимо этого, тут есть две дополнительные кнопки, но, опять же, есть сравнение с X-версией, тут их всего лишь две, а не четыре. Кому-то это покажется мало, но по собственной практике скажу, что мне хватает двух дополнительных кнопок, и когда я играю на X-версии, то чаще всего я, опять же, юзаю две кнопки. Правую ставлю на прыжок, левую на подкат. И единственное, где я лично нахожу применение к еще одной дополнительной кнопке, так это к пластинам в Warzone. Ну и, в принципе, все. Возможно, вы еще спросите, а что такое кнопка Map? Данная кнопка, она предназначена для того, чтобы вы смогли во время игры переназначить те самые дополнительные кнопки. Нажимаете на нее, нажимаете и держите дополнительную кнопку, и нажимаете кнопку, которую хотите переназначить. Если геймпад завибрировал, значит кнопка назначена. Кстати, несмотря на то, что многие привыкли к лепесткам, и для многих они, ну, вроде как, удобнее, я лично очень приноровился к таким дополнительным кнопкам, и, пожалуй, их плюс в том, что они просто мега отзывчивые, но об этом, опять же, чуть позже. По форме геймпад кажется идентичным, опять же, с более дорогой версией, и если даже какие-то изменения и есть, то они незначительные. Вот, кстати, насчет формы, напомню, что геймпады Трастмассер, они имеют более плоский хват и удлиненную форму, и, собственно, когда вы его берете после оригинальных геймпадов, у вас может возникнуть дискомфорт, ибо ваши руки, они уже привыкли к оригиналу, поскольку он входит в комплекте и так далее. И мне все-таки кажется, что форма оригинального, обычного геймпада для Xbox One, но она более какая-то удобная, она более обтекаемая, что ли. Поэтому сразу вас предупреждаю, к форме геймпада Трастмассер придется привыкать, но оно того стоит. Но преимущество данных геймпадов заключается как раз-таки не в форме, а в его кнопках. Эти геймпады, пожалуй, одни из единственных, которые имеют такой отклик, то есть, чтобы вы понимали, ход самих кнопок, что простых, что дополнительных, что крестовина, они имеют крайне высокую чувствительность за счет меньшего хода. Простой пример, на обычном геймпаде вы нажимаете вот так вот быстро, то на Трастмассер вы сможете нажимать вот так, и выйдет куда быстрее и эффективнее. Клик на самом деле схож с чем-то с кликом мышки. Он прикольнее и по звучанию, и, соответственно, по отзывчивости. Курки и бампера тут, я бы сказал, не особо примечательные. Единственное, сами курки чуть ребристые, как и на X-версии, а бампера более прямоугольные и стали более плоские, что, наверное, не так классно при нажатии. И, наверное, самый плюс в том, что они стали тише. Ну, мне кажется, разница довольно-таки большая. Но одной из самых отличительных способностей данного геймпада является возможность с легкостью изъять стик. Вот так вот. Оп. И вставил обратно. И конкретно в этом геймпаде, пожалуй, фича нужна лишь для того, чтобы просто поменять стики на более новые или просто на более красивые. То есть, если же взять X-версию, то тут меняется и крестовина. И за счет этого вы можете проникнуться расположением геймпада от плойки. То на S-версии так сделать нельзя, ибо крестовина она не вытаскивается. Честно говоря, такое решение после X-версии может показаться странным. Зачем вообще что-то вынимать, если этого нельзя поменять? Но нет, тут вероятнее всего сделано, опять же, для того, чтобы вы без особых усилий, в случае какой-то проблемы или просто при желании кастомизации, там, пошли в магазин, накупили себе стиков и просто взяли и поставили себе новые. Вот и все. Но тут хочу еще отметить, что пользуясь, к примеру, X-версией мега активно полгода, вот эти вот стики, они вообще одни из лучших стиков, которыми я вообще пользовался. Несмотря на спорную текстуру, которая не имеет бортиков, сами резинки довольно-таки цепкие, но самый кайф это то, что они мега точны и не имеют люфта. Да, и на X-версии тоже люфт полностью отсутствует. Да, что на X-версии, что на X-версии мне мега везет, и, соответственно, как бы никакого этого не ощущается. К сожалению, люфт стика это вообще самая печальная проблема у всех геймпадов, этим капец как страдает элитный контроллер Xbox One, и если у вас нету с этим проблем и есть контроллер такой, вы просто мега везунчики. Я вам реально говорю, потому что очень много челиков на это жалуются. И опять же отмечу, что на X-версии в трассмастер за столь нормальное время пользования я, слава богу, с этой проблемой не столкнулся. Единственный момент стиков в S-версии кроется в том, что они, во-первых, короче, чем на X-версии, это минус, и в комплекте, к сожалению, не входят дополнительные стики, как это было, опять же, в более дорогой версии. И тут я, кстати, заметил тоже маленькое отличие, сами стики, они чутка другие, они темные и, собственно, не откручиваются, что, собственно, и не дает смысла класть в комплект стики длиннее. Хотя, если бы стики были изначально длинные, то вообще было бы шикарно. Для тех, кто первый раз вообще наталкивается на обзор подобных геймпадов, вероятнее всего скажет, да вот, лучше купить обычный и не париться. По факту, да, вы можете спокойно играть в то, что играли и на обычных геймпадах. Но преимущество всех подобных контроллеров в том, что они очень гибко настраиваются. Это, пожалуй, одна из самых основных вообще фич, ради чего и берутся такие геймпады, ибо тем людям, которые к шутерам относятся крайне серьезно, как раз таки и важны все эти настройки. Кстати, S-версию геймпада также можно спокойно настроить через фирменное приложение от Rasmaster. Тут и раскладку кнопок поменять можно, и дополнительные кнопки назначить, еще сделать второй профиль для этого. Что касаемо профилей, это очень удобная штука, и удобная она тем, что если, например, вы играете в несколько шутеров, опять же, если вы заходите на мои стримы, я часто играю в Fortnite и в колду, и это иногда бывает за один стрим сразу. И, соответственно, у меня создан расклад для колды и для Fortnite. К примеру, в Forte для подката у меня юзается кнопка RS, и чтобы ее не нажимать, я поставил ее на заднюю дополнительную кнопку слева. А в колде у меня подкат на B, и я ее также поставил на заднюю кнопку слева. И чтобы каждый раз не переключать, не переназначать кнопку через приложение, я создал конфигурацию заранее, и с помощью одного нажатия, переключаясь на тот профиль, который мне нужен. Это реально удобно. Опять же, вы можете себе там сделать любую раскладку, например, под Apex, под Battle и, соответственно, другие игры, и вот так вот просто менять. Также в этом приложении можно настроить чувствительность курков, а также чувствительность стиков. На это мало кто вообще обращает внимание, но это тоже довольно-таки круто и важно, ибо все настройки, они мега точечные, и, соответственно, каждый их выбирает под себя. И очень круто, что в таких геймпадах вообще такое есть. И, собственно, давайте подытожим. В целом, S-версия Truss Master получилась очень неплохой. Практически все сильные стороны X-версии учтены, но после того, как ты уже имеешь версию подороже, S-версия кажется тебе в чем-то неполноценной, а именно из-за отсутствия кнопок для гарнитуры, смены крестовины и дополнительных стиков в комплекте. Но в этом есть и объяснение, ибо S-версия это более дешевый вариант данного контроллера, и в целом он довольно-таки неплох. На мой взгляд, это тоже один из годных вариантов про геймпадов, поэтому если вы когда-то мечтали о геймпаде Truss Master, то можете рассмотреть и S-версию. Надеюсь, качество и при длительном использовании у вас точно будет как UX-версия. На этом, в принципе, все. Большое спасибо за просмотр, и я надеюсь, вам понравился данный видеоролик. Если это действительно так, то с вас лайк, подписка, и до новых встреч. Пока-пока.